В Северском районе первые инспекторы ГАИ появились в 1951 году. Фронтовики Виктор Иванов и Николай Головко обслуживали Северский и Абинский районы. За 73 года ситуация на дорогах кардинально изменилась. Ведь число транспорта постоянно растет. Сегодня штат-отдела ГИБДД Северского района насчитывает 63 человека. У каждого своя задача. Сотрудники дорожного надзора контролируют надлежащее состояние дорог и дорожных сооружений, работают с обращениями граждан. Инспектор Нателла Алексеева ведет работу по пропаганде безопасности дорожного движения, рассказывая о самых важных правилах на дороге не только детям, но и взрослым. «Для себя я ставлю целью своей работы исключить дорожно-транспортные происшествия на территории Северского района». Но, к сожалению, ДТП все же происходят. Их оформление можно назвать самой сложной частью работы ГИБДД. Инспектор Сергей Болдырев уже более 10 лет работает в дорожно-патрульной службе. Признается, даже спустя такой внушительный срок до сих пор пропускает тяжелые выезды через себя. Оформляешь уже как бы все вот как по инструкции, но все равно вот начинаешь общаться с людьми, все равно как-то вот в душе больно за них начинаешь тоже переживать, потому что видишь, как погибают дети, приезжают родители. И самое страшное, когда погиб ребенок, она даже сообщит родителям. И ты приезжаешь в час-два ночи и говоришь, здравствуйте, ваш сын, да, мой сын, а он погиб. Ну и вот, сами понимаете, какая ситуация. Ну и мы же тоже у нас, сердце все-таки есть, тоже начинает болеть и очень страшно. Задача Сергея – грамотно оформить все нюансы ДТП. Но, конечно, занимаются на выезде не только этим. Самое главное – помочь пострадавшим людям. Северский район, как бы горная местность. Где-то нету связи, где-то помощь вызвать бывает, что невозможно. А слово «совсем невозможно». Приходится самому, я, соответственно, с напарником, людей просим мимо проезжающих. Машины допускают съезд, кювет, в обрыв. Оттуда доставать машины, помогать, доставать людей. Потому что туда вниз спустишься куда-нибудь в обрыв, а человек с поломанной ногой. Ну, соответственно, даже как-то ему помочь оттуда выбраться. Ну, помогаем спасателям. Вся работа проходит в тесном сотрудничестве с разными организациями и ведомствами и подчинена обеспечению безопасности на дорогах. При этом сотрудник ГИБДД должен быть готов решить любую нестандартную задачу. Обычное патрулирование улиц может обернуться погоней, а проверка водительских документов – задержанием преступника. Впрочем, если вы не злостный нарушитель, бояться сотрудников госавтоинспекции не стоит. И даже напротив, к ним всегда можно обратиться за помощью. Люди в форме могут доставить пострадавшего к медикам, беременную женщину в роддом, минуя пробки. И даже сами умеют оказывать доврачебную помощь. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Они на страже наших дорог. Госавтоинспекция – это порядок, безопасность и помощь на дорогах.